Телекомпания Телевиза представляет Многосерийный телевизионный фильм Моя дорогая Изабель В главных ролях Карло Альварес Эрнесто Лагуардио Жаклин Андер Хосе Элиас Морено И другие Автор сценария Рене Мунис Изабель, Изабель Mi querida Изабель Si la luna Vengo a parar a crecer Porque no puede ser Que tú y yo Изабель, Изабель Mi querida Изабель Si la luna Vengo a parar a crecer Porque no puede ser Que tú y yo Изабель, Изабель Mi querida Изабель Como tú Композитор Хосе Рамон Флорес Nos podamos sumar Para amarnos más y mejor Режиссер Аутулио Кименес Понс Продюсер Ангеле Несма Медина Боже мой, Доня Аманда Что подумает Рикардо Когда увидит вас В слезах Хочу уехать отсюда подальше Не говорите глупостей Как вы можете оставить Рикардо Да он умрет без вас А что с ним случится А что с ним случится Когда я ему скажу Что... Я должна довериться тебе, Изабель Высказаться Что сделает Рикардо Когда скажу ему Что... У меня будет ребенок От Федерико Вы уверены, Доня Аманда? Проклятие Нет, ничего подобного Не говорите так Господь покарает вас За такие мысли Так пусть он покончит Со мной разом Пусть убьет меня Но я не могу так Обесчестить Рикардо Скорее Умру Только этого мне не хватало Проклятия Надеюсь, Аманда не сболтнет Ничего, Изабель Одна надежда Сын будет плохо думать обо мне Но почему, Доня Аманда? Вы еще молоды Никто не отнимал У вас право Встретить человека Который вас полюбит Ты сама сказала Человека К Федерико Это не относится Он презренный тип И его совсем не волнует Судьба ребенка Но как вы могли Такой допустить Доня Аманда Зная, что Федерико Вас не любит? А откуда ты знаешь Что он меня не любит? Да послушав его Любой, сразу же догадается О чем? О том, что этот бесстыдник Волочится за тобой? Почему ты думаешь Он был так любезен? Почему помогает Заключенной женщине? Я бы сказала Скорее он помогает Рикардо Мне он, конечно Тоже предложил помощь, но... Но что? Не прикидывайся Наивной девочкой Женщина всегда замечает Что нравится мужчине Я ничего не заметила Да и не волнует меня это Со мной он только потеряет время Тем более теперь После истории с вами Изабель Дочка, прости меня Прости, я не должна была Говорить так Я просто нервничаю Мне страшно Вы ревнуете, Доня Аманда? Да Это проклятие Быть не в силах Избавиться от этого человека Изабель? Я пришла поговорить с тобой Мама О ком ты говорила? Почему ты сказала Что не можешь избавиться от него? Кого ты имела в виду, мама? О ком ты говорила? Мама О ком? Я всегда говорила с этой девочкой Не все в порядке Я давно поняла Мама Хочешь стаканчик молока? Нет, мама Спасибо Попробуй хоть что-нибудь поесть, дочка Я понимаю Ты влюблена И счастлива Но есть тоже нужно Давай, поешь Какой хороший человек Рикардо, мама Он хочет жениться на мне Несмотря ни на что Что бы я этого больше не слышала Ты больна Но ты Не умираешь Ты вылечишься И выйдешь замуж У тебя будут дети А я с ума сойду от радости Я так рада Дочка Что Рикардо любит тебя Представляешь Два адвоката в одном доме Два адвоката Как это здорово Нет, мама Если я пойду на операцию Я не смогу продолжать учебу Я решила оставить университет Но что ты так нервничаешь, Аделла? Я позвонила ему в офис Его там уже не было В пансионе его тоже нет Что с ним могло случиться, Мигелина? Но ты же вроде не любила его, девочка Не ты ли собиралась выйти замуж по расчету? А то, что я сейчас вижу Это чистая ревность Может, он обманывает меня, Мигелина? Почему Филиппо соврал мне? А девчонка-то ничего И, похоже, я ей нравлюсь Кто тебя поймет Имеешь молодую, красивую, богатую невесту И ищешь приключений на стороне А что ты хочешь, Роланда? Я же мужчина Не очень похоже Если водишь за нос свою девчонку А ты чего лезешь не в свои дела? Пошел к черту Полегче со мной Не вмешивайся в мои дела И лучше бы тебе Попридержать язык Если хочешь Давай прямо сейчас разберемся Решил, что выучился и стал важной птицей? Ну что же, я могу тебе помочь Так не будем откладывать, кретин Здесь один кретин И это ты Маркос, что с тобой? С чего ты завелся, сынок? Почему ты так обошелся со мной, сынок? Почему ты ушел? Добрый вечер, сосед Изабель дома? Нет Как жаль, я напекла лепешек и принесла ей Спасибо Проходите Спасибо Знаете, никак не привыкну к жизни в этом огромном городе Мы соседи, а никогда не видимся Роберто Хочу, чтобы вы знали, я вам очень признателен Моя дочь рассказывала, что вы помогли поднять меня, когда я был немного... Мне вас очень жаль, дон Мануэль Как такой интеллигентный человек может калечить свою жизнь, да и семьи тоже? Как? Знаю, что поступаю плохо и сожалею об этом Особенно из-за дочери Она не заслужила таких страданий Какое чудо, Изабель, это поможет Доне Саграрио выйти на свободу Несчастная женщина Почему бы тебе не отнести это утром? Она так и обрадуется Нет, Рикардо, это ты ее адвокат Знаю, что Доня Саграрио так полюбила тебя, словно ты ее дочь Отдай ей это Вот моя мама меня очень волнует Изабель, скажи мне, почему она плакала? Она не захотела сказать мне, о ком говорила Кажется, она нездорова Мне она не сказала, что с ней, может быть, тебе расскажет Похоже, у нее что-то не лазится на работе Принесла вам кофе с молочком А ты ничего не хочешь? Нет, сынок, я не голодна Мама, я больше не буду ждать Завтра перед работой я отведу тебя к врачу Но я должна идти на фабрику? Нет, нет, мама Если ты больна, на работу больше не пойдешь Завтра утром я отведу тебя к врачу А если у тебя возникнут проблемы с начальством Посылай их всех к черту Ничего, с голоду не умрем Я всегда доверял твоему сыну, Клара Спасибо, Вернардо Он у меня отличный архитектор Одного не пойму Почему он все еще в холостяках? Теперь это уже ненадолго, папа? Для меня не было бы ничего приятнее, чем видеть сына женатым Вот и Адела уже засобиралась замуж В глубине души я этого побаиваюсь Чего ты боишься, мама? Остаться одной, сынок Мне уже сейчас этот дом кажется огромным Когда Хуана Даниэля нет рядом Думаю, Хуан Даниэль заслужил право Иметь свою собственную строительную фирму Нет, нет, Дон Бернардо Так мне спокойнее, спасибо, Элхини А дело в том, что мы с твоей матерью Решили строить торговый центр Это действительно крупное дело Да и заработал бы ты неплохо Вообще-то Хуан Даниэль не нуждается в деньгах Он мой наследник Так же, как и Элхини Все, что я имею для нее Поэтому я и хотел бы, чтобы они с Хуаном Даниэлем поженились Элхини с радостью согласилась бы Я вам на самом деле бесконечно благодарен, Дон Бернардо Но мы уже много об этом говорили Я не женюсь на вашей дочери Она отлично знает, что я влюблен в другую девушку И на ней я намерен жениться Пожалуйста, прекрати меня унижать Да нет, Элхини, я далек от этой мысли Просто сказал правду Я женюсь на Изабель Ривас Как тебе в голову пришло драться с кем-то на рабочем месте? Не ворчи на меня, Летисия Мне же и так влетело от ребят из группы и хозяина Ты должен держаться за работу Разве нет? Да плевать мне на эту работу У меня будет своя группа Я уже не буду носильщиком чужих инструментов У меня будет много денег, Летисия Куча денег Все, прекращаем споры Ты не хочешь прилечь? Нет, нет, не здесь Я пойду к себе Но у тебя нет там даже кровати Могу и на полу поспать Мне это не впервой Завтра с утра пораньше Мне надо ехать в Гудалахаро Тетушку проведать? Не изви Сестра ведь сказала тебе, что нет у нас никакой тетки Вы меня совсем запутали То есть как? Сначала Изабель сказала, что ты соврал А сегодня просила Медину дать работу ее тетушке из Гудалахары Так кому же верить? Ни тому, ни другому Но я пошел Ты думаешь, уйти просто так? Знали бы вы, что творится в этом городе Это не оправдание Надо быть настойчивее Бог милостив все еще поправится Бог? Бог давно забыл о нас Увидите, все образуется Подыщите работу Думаю, мне лучше уйти Надеюсь, лепешки понравятся, Изабель Смотри, дочка Пришла соседка Проведать тебя И принесла тебе лепешек Спасибо, сеньора, вы так любезны Ладно, я пойду Твой отец меня совсем заговорил До завтра, дон Мануэль С вашего разрешения До завтра, всего хорошего Всего доброго Я тебе их подогрею Вот и поужинаешь Спасибо Я задержалась, потому что ходила к Рикардо Я нашла работу для Саграрио Саграрио Саграрио, это Изабель, твоя дочь Изабель, это твоя мама Саграрио, это Маркус Маркус, поцелуй свою маму Сынок, Маркус Вы не можете быть моей матерью Вы убийца Ради Бога, взгляни на меня Я твоя мать Я не могу быть сыном убийцы Я не стану целовать убийцу Моя мать не убийца Это не моя мать Моя мать не убийца Моя мать не убийца Нет 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 Что с тобой, Саграрио? Ты бредила Кричала во сне Я не хочу выходить на волю Хулия Не хочу Нет Не понимаю, как Маркус мог так поступить с нами Не беспокойся, я знаю, он живет у Лети Мы вместе работаем в ресторане Уверяю тебя, он скоро вернется Завтра я с ним поговорю Дай Бог И попробую говорить его Даже этот парень поймет, как сильно я его люблю Он это знает, папа Просто он дурачок Послушай, нужно купить еще одну кровать Зачем? Чтобы Донни Саграрио могла спать в моей комнате Не думай больше об этом Донни Саграрио будет жить с нами По крайней мере до тех пор, пока не обзаведется своим жильем Я уверена, Маркус рано или поздно смирится Мы оба хотим видеть тебя счастливым, папа Вот к чему приводит дурная компания Теперь всем известно, что твой брат грубьян Что ты считаешь грубостью? Говорить правду? Хуан Даниэль не хочет иметь ничего общего с Иухеней По меньшей мере, мог бы быть повежливее Бернардо предлагал ему сделку Мама, в тот день, когда Хуан Даниэль захочет иметь свою фирму Ему не нужны будут ни отец Иухеней, ни ты Что ты говоришь? Конечно, мама, если он попросит у тебя свою часть наследства Этого будет вполне достаточно А отказать ему ты не сможешь Или я ошибаюсь? И пошло, и поехало Тебе, похоже, досталось крепче, чем ему Этот гад напал на меня неожиданно Клянусь, я хотел убить его И кто же тебя так отделал? Один тип, Маркос, он работает в Каскаде Не может быть Точно Маркос? Да, Маркос Так зовут брат Изабель, и именно там он и работает Этот несчастный еще пожалеет об этом, клянусь Хороший ты будешь на свадьбе, весь в синяках Не знаю как, но ему это не пройдет Он мне заплатит, я ему этого не спущу Ну все, все, успокойся Вот у меня действительно будут проблемы Это еще почему? Я не встретился с Изабель, потому что был в Уэухене Не вздумай ей об этом говорить Придумай что угодно Если бы я так поступил с твоей сестрой, она бы меня просто убила Этим утром ко мне в кабинет зашла одна из ваших сокурсниц Теперь не будет задаваться О своем отце она, конечно, ничего не рассказывает Будьте любезны помолчать Так вот, мне очень жаль, что умная девушка решила бросить учебу незадолго до окончания курса Я пытался ее отговорить, так как верю, что если бы она продолжила занятие, то получила бы диплом Но она намерена все бросить, и это меня огорчает Спорим, это Изабель не хочет продолжать учиться Почему? Да потому что уже не сможет трепаться, что и отец великий адвокат Предсила, если вы не замолчите, я буду вынужден просить вас покинуть аудиторию Все, профессор, я молчу Простите, профессор, о ком идет речь? Обо мне Мне вас будет очень не хватать Но я решила оставить учебу Я уже убегал по срочному делу, милая И вот видишь, напоролся на каких-то типов, которые хотели ограбить меня Пришлось защищаться Они могли убить тебя, Филиппо? Да вряд ли, милая Так чего ты хотела? Зачем ты меня разыскивала вчера? Мама просила тебя, чтобы ты пришел сегодня Для чего? Чтобы унижать меня? Чтобы бросить мне в лицо, что я жалкий бедняк, умирающий с голоду? Нет А она хочет, чтобы мы назначили день свадьбы? Нет, нет, и не думай, Казимиру Ты сегодня уже достаточно поел, а я ничего не продал Ты разоришь меня, так что сиди тихонечко Хинаро, Хинаро, я сделал это Дон Манель, что случилось? Хинаро, я добился Что вы сделали? Могу я узнать, с чего это ты решила бросить учебу? С ума сошла? Ты стольким пожертвовала, и сейчас уже вышла на финишную прямую Изабель, я не смогу закончить курс, я ложусь на операцию Но подожди немного Роза, ты что, и правда уходишь? Дело в том, что она выходит замуж Из-за кого же? Уж не за какого-нибудь грузчика Над чем смеетесь? Над тем, что я собираюсь замуж И поэтому оставляешь университет? Я бы ни за что не бросила учебу Нет Может быть, потому что ты так и не влюбилась? Да хоть бы и так А я подумала, что это ты, Изабель, уходишь из университета Бедняжка После того, что случилось с тобой в доме Альдо Какой стыд Все же думали, что Изабель дочь крупного адвоката Ведь ты старалась нас в этом убедить Да? Он отличный адвокат Неправда, Изабель Мы здесь твои друзья Сознайся, твой папа никогда не учился в университете Он даже в официанты не годится Не смей дурно отзываться о моем отце Ты не имеешь права так говорить Успокойся, Изабель А ты прекрати всех оскорблять Отпусти меня Нет, это ты, слушай Чтобы ты ко мне больше ни на шаг не приближалась Иначе пожалеешь Пусти меня И ты тоже Отпустите меня Прочь с дороги Плетники Отчего эта предсына на тебя набросилась? А ты не знаешь? Она влюблена в тебя, понял? Пошли, Роза Пошли Что случилось? Милый В следующий раз я ее не прощу Пошли Идем Сейчас я тебе расскажу Поздравляю вас, Дун Мануэль Нет, нет, подожди, дай рассказать Увидел в газете объявление и без долгих раздумий бросился туда Поговорил с директором И он дал мне работу Господь нам всегда помогает Буду продавать книги на улице Пока не появится что-нибудь другое Все какой-то заработок Но продолжайте искать адвокатскую контору Да нет, ты еще главного не знаешь Еще сюрприз? Конечно Изабель подыскала работу с аграрию к ее выходу на свободу Слава Богу, Дун Мануэль И Пресвятой Деве Водолупской Хоть и подвел я ее, она меня не забывает Еще один повод попытаться забыть о выпивке Хинара, хочу перед тобой извиниться Я был груб с тобой И не вспоминайте Сегодня такой чудесный день Я сейчас все закрою и приглашу вас поужинать Идет? Отлично Мама? Где ты была? Ходила искать Филиппа Ну и как, он придет? Да, сегодня вечером Это невозможно Ужасно Тебе трудно будет ее поймать Ей хочется жить свободной Видела? Это знак Твой Филиппа тебе только несчастье принесет Это преступление, держать птиц в клетках Они родились для полета Свободными Хватит об этом У меня они ни в чем не нуждаются В свободе, мама, нуждаются Только в свободе Что ты из себя строишь? Извини Нечего меня подгонять Я не гоню тебя, Индолина Хочу только, чтобы ты дала мне материал А ты что, не видишь, я краю Нужно тебе, жди Хорошо, хорошо, не заводись Не обращай внимания Она специально тебя задевает Но я с ней разберусь Нет, Хулия, не надо Вот тебе твои грязные тряпки Не умеешь кроить, не лезь лучше Я знаю, что сегодня день посещения И, наверное, злоупотребляю вашей добротой, сеньор Кордона Но для Дони Саграрио это очень важно Тебе я ни в чем не могу отказать Тебе повезло, директора нет на месте Я могу послать за Саграрио Буду очень признательна Я не задержусь Ну, обещай мне кое-что Что же, не люблю ничего обещать Не узнав, чего от меня хотят Согласись поужинать со мной Очень жаль, но я не смогу Времени нет Мне нужно забежать к сеньору Дели Реалю Забрать бумаги Об этом не беспокойся Угу не лишит тебя работы Он мне многим обязан В конце концов, он всегда сделает то О чем я его попрошу В любом случае, спасибо Но я обещала прийти сегодня И я приду Дело в том, Изабель Дело в том, что я хотел поговорить с тобой Об Аманде Я знаю, что она прислушивается к тебе И подумал, может, ты сумеешь мне помочь Помочь вам? В чем, сеньор Кордона? Так вот Однажды я тебе уже рассказывал о том Какие у меня проблемы с Амандой Помнишь? Не думаю, что смогу вам чем-либо помочь Дело в том, что Аманда приболела Она тебе ничего не говорила? Да, мы с ней разговаривали Дело в том, что у Аманды серьезные проблемы Она женщина уже не молодая Я думаю, что лучше ей обратиться к врачу Сеньор Кордона, почему бы вам сразу не сказать Чего вы от меня добиваетесь? Дело в том В общем Да нет, нет, я не решаюсь Кажется, она оказалась сейчас в весьма опасном положении Что вы этим хотите сказать? Аманда Ждет ребенка Она спросила меня Я ей посоветовал найти врача Как она может думать о ребенке в ее возрасте? Вы хотите, чтобы Донья Аманда отделалась от ребенка? Решение, конечно, за ней Это ее ребенок Я просто хотел посодействовать Нет Ответственность лежит не только на Доне Аманде Ее несет и отец будущего малыша Не могу понять, как отец может желать, чтобы мать отделалась от ребенка А ведь это вы его отец Федерико Я всю жизнь посвятила этим птицам Они моя единственная компания Прекрасно понимаю, что ты чувствуешь, мама Мне очень жаль Но это была просто... просто неосторожность Нет, нет, это твоя сестра виновата Мама, не обвиняй ее Просто так случилось Ты не волнуйся Я тебе других подарю Успокойся Нет, сынок, это меня не утешает Речь не об этом Если, конечно, ты хочешь видеть меня счастливой Особенно сейчас, когда твоя сестра выходит замуж То вернись домой Только это сделало бы меня счастливой, сынок Не могу понять, как мужчина или женщина Могут пытаться избежать ответственности, которую накладывает на них рождение ребенка То, чего вы хотите, преступление Да нет, нет, ты ошибаешься Не знаю, с чего эта Аманда сказала тебе, что ребенок у нее от меня Это ложь, это неправда У меня с Амандой уже давно нет никаких отношений Она пытается навесить его на меня Но это не мой ребенок, не мой Не мой Знаю, что твоя сестра не согласится Но мне бы хотелось, чтобы она осталась жить здесь Сомневаюсь, мама Филиппа, кажется, собирается просить, чтобы его перевели в Монтерей И жить они будут там Боже, что же я буду делать без моей Аделлы Жить, мама, жить Встречайся с подругами, развлекайся Какие подруги, сынок Я почти ни с кем не общаюсь В этом ни я, ни Аделлы не виноваты, мама Конечно, нет Но ты думаешь, мне не стыдно рассказывать им, что собираются сделать мои дети Мои дети Которым я посвятила всю свою жизнь Одна собирается выйти замуж за полуголодного инженера А ты Влюблен в официантку Ты думаешь, я могу рассказать об этом моим друзьям? А почему бы и нет? Это наша жизнь, никто не будет тебя за это презирать Мне очень жаль, мама Я буду тебя навещать каждый день Но возвращаться в этот дом не хочу Мне хорошо и так Я всем доволен Че-то вы утверждаете, что ребенок не от вас? Нет, конечно нет Зачем мне тебя обманывать? Не знаю, почему Аманда так со мной поступает Эта женщина с ума по мне сходит Я сегодня же все расскажу Рикарду Нет, вы не можете этого сделать Это единственный способ заставить Аманду оставить меня в покое Каково будет, если она не только тебе, а всему свету разнесет об этом? Нет, нет Это мне навредит Ее сын должен положить этому конец Пожалуйста, не говорите Рикарду Пусть Донья Аманда сама это сделает Она должна сказать ему правду Бедный Рикарду Как он это воспримет? Хорошо Я подожду только потому, что ты об этом просишь Нет Потому что это самое разумное решение Но я не могу понять, какой смысл Донье Аманде Навешивать, как вы говорите, на вас отцовство Она сумасшедшая Безумно У этой женщины не все в порядке с головой Ну да ладно Попрошу позвать Саграрио Присаживайся, пожалуйста Спасибо Я со своей стороны буду умолять Аманду Забыть меня Вопрос очень тонкий Этим ребенком она может испортить мне всю жизнь Я рад, что вы пришли Я много думала, доктор И какое решение вы приняли? Роза пойдет на операцию Доктор, хочу, чтобы вы были со мной откровенны Каковы мои шансы на выздоровление? Думала отправить это с Рикарду Но сама уже так давно к вам не заходила Это правда Вы не обманываете меня? Когда вы выйдете отсюда, будете работать со мной в ресторане Это чудо Благословенно будь, дева Гвадылубская Вы заслужили свободу Как мне тебя благодарить? Помогите моему отцу В чем? Моноэль знает, что я за него и за вас готова жизнь отдать Может быть, вместе нам удастся отвратить его от выпивки Это ему так вредит Донис Аграрио Ему нужна помощь Позволь мне обнять тебя Конечно, Донис Аграрио Спасибо, дочка Спасибо, родная Спасибо Операция достаточно сложная Но я уверен, вы нормально ее перенесете и поправитесь Доктор, это правда, что после операции Роза не сможет иметь детей? Можете быть откровенны, доктор Между нами нет секретов Скажите нам правду, доктор Да Роза уже не сможет быть матерью Единственное, чего я желаю Это чтобы вы спасли ее, доктор Чтобы сохранили ей жизнь И что сказал врач? Что у меня анемия Вот и все, через несколько дней буду в полном порядке Ты побереги себя Если опять почувствуешь себя плохо, предупреди Я вон там буду Что ты вбила себе в голову? Кто просил тебя все рассказывать, Изабель? Вот, держи Постарайся передать это как можно раньше Не беспокойтесь, Донуго Здесь деньги на билет и карманные расходы По возвращении получишь заработанное Спасибо Добрый вечер Могу я видеть сеньора Дель Риаля? Подождите минуточку Донуго, она здесь Кто? Девушка, которая сегодня должна начать работу Пусти меня На этот раз мы с тобой все выясним Смотрите Федерико устроит ей хорошую взбучку Иди работай, Инграссио Иди Можешь войти Добрый вечер Добро пожаловать, Изабель Присаживайтесь, пожалуйста У вас уже готовы документы, которые я заберу Прошу, присаживайтесь Изабель, я бы хотел, чтобы вы сегодня поработали здесь до позднего вечера Маркос! Маркос! Что тебе надо? Пошли выпьем Почему Донуго велел выйти через другую дверь? Ты что, дурак или прикидываешься? Он глаз положил на новенькую Скорее всего, он попытается ее сегодня завалить Что ты задумала? Петлю мне на шею накинуть? Зачем все рассказала Изабель? Она все знает С того самого дня, как застала нас Но я все отрицал Я врать не умею Тогда посмотрим, как будешь выкручиваться перед сыном Я сам с ним поговорю Нет, Федерико Ты ничего не скажешь, Рикардо А как ты сможешь мне помешать? Я должен сказать ему, что ничего общего с тобой не имею Сама влипла Сама решает свои проблемы Поняла? Ты что, хочешь, чтобы мы с Рикардо перестреляли друг друга? Ты мне омерзителен Но не вздумай заговорить с Рикардо Только попробуй, и я убью тебя Федерико Очень жаль Поверьте, сеньор, я бы хотела остаться Но у меня сейчас сессия И работу в ресторане я не могу оставить Я говорила вам об этом с самого начала Да, я помню, не стоит повторять Ну хорошо, это не проблема Я дам вам кое-какие записи и соглашения Я вам полностью доверяю Буду хранить их Мне хотелось бы знать, правильно ли они составлены и отредактированы Не надо ли чего добавить? Завтра вечером они будут у вас Извините, мне пора Спасибо за все И до завтра Сеньорита Ривас Слушаю вас, сеньор Если вы себя уважаете, держитесь подальше от Федерико Этот человек вас не достоин Минутку, сеньор Если вы намекаете на то, что между мной и сеньором Кордона что-то есть То вы заблуждаетесь Он просто нашел для меня работу И больше нас ничто не связывает Я закончила Приход Изабель придал тебе сил Ты быстро закончила скатерть Я счастлива, Хулия Не дождусь дня, когда выйду отсюда Вот насчет выйти отсюда с Аграрева Это еще под вопросом Держи Я уже все сделала Я ухожу в камеру Я приготовила новый отрез Она не будет его подшивать Потому что я этого не хочу Что здесь происходит? Ничего С Аграрио закончила работу Как красиво у тебя получается, С Аграрио Неплохие денежки получишь Они ей понадобятся, когда выйдет на свободу Она не выйдет из этой тюрьмы Хуан Даниэль Что ты здесь делаешь? Я ждал тебя, милая Я волновалась Что с тобой случилось вечером? Ничего Я ждала тебя Прости Понимаешь Один приятель моей матери Давнишний знакомый Он друг семьи И сейчас задумал создать свою строительную фирму Мы все говорили и говорили Заболтались до глубокой ночи Я уже на ногах не стоял Пошел спать Ну, а позвонить тебе забыл Ты меня не обманываешь? Зачем мне это, милая? Давно уже собираюсь зайти за тобой в университет Но все занят Прости меня Ладно Прости, милая За что? На первом месте твоя работа Да Ладно, я пошла Я уже опаздываю Нет, нет Не уходи так Ты не зайдешь? Не могу Мне надо оставить записку Филиппа Но я вернусь попозже Прости меня за вчерашнее Уже простила? Добрый вечер, дорогая теща Чем могу быть вам полезен? Не знаю, как и назвать то, что ты сегодня сделала Из-за присцилы мы не могли договорить Хорошо, что ты влепила ей пощечину Знаешь, Изабель Я ни о чем не жалею Я нездоровая И хочу радоваться жизни Которая мне отмерена Не хочу чувствовать себя Привязанной к университету К чему-либо еще В любом случае Если я лягу на операцию Экзамены пропали Не думаю Кардеро учтет твое положение? Клянусь тебе Если бы я завтра умерла Мне было бы все равно Так я счастлива Добрый вечер Сейчас я вас обслужу Вас устроит тот столик? Изабель Ривес еще не приходила? Она переодевается Не могли бы вы ее предупредить, что я здесь? Да, если вы скажете, кто вы Я не стану ей говорить, что ее дожидается сеньора, которая не пожелала представиться Юхенье Монтаню Невеста Хуана Даниэля Маркеса Скажите, что я жду ее Чего вы ждете? Да, сию минуту Цветы и отцы, что сейчас будет? Я тебе так благодарна и забыла За что? Я подумала, а вдруг ты обидишься за Рикардо? Роза, Рикардо мой друг Я ценю его Но люблю всем сердцем Хуана Даниэля Изабель Что случилось? Тут такое творится, страшное дело Что такое? Медина с кем-то подрался? Нет, там сидит женщина, которая спрашивает о тебе Ты считаешь, это так ужасно? Но она говорит, что она невеста твоего жениха Что? Да, что она невеста Хуана Даниэля Сию минуту у вас примут заказ Спасибо Куда они все подевались? Так, так Ну-ка, поторопитесь Добрый вечер Литя мне сказала, что вы хотели со мной поговорить Чем могу служить? Слушай, дело в том, что Хуан Даниэль Хуан Даниэль мой жених Не знаю, почему вы сказали, что он ваш Неужели Хуан Даниэль скрыл от тебя наши отношения? А что ему бедняги оставалось? Он всегда был таким Обожает морочить головы девушкам Вроде тебя Не чувствую себя ниже вас Как бы высоко вы ни летали Не буду опускаться до твоего уровня Кроме того, я жду Принеси мне, пожалуй, бутерброд с ветчиной Я пришлю вам кого-нибудь из девушек Подожди Иди сюда, не обижайся Я не хотела тебя злить Тогда к чему эти заявления, что Хуан Даниэль ваш жених? Между вами давно все кончено У нас с ним нет секретов друг от друга Ну, раз нет секретов, значит он рассказал тебе, как прекрасно мы провели вчера вечер Он был со мной до глубокой ночи Вы лжете У Хуана Даниэля была деловая встреча с другом семьи Он тебе так сказал? Этот Хуан Даниэль, он не меняется Теперь я больше, чем когда-либо убеждена, что он играет с тобой Он обманул тебя Он был у меня Фильм озвучен телекомпанией ТВЦ Изабель, изабель, mi querida Изабель Como луна Нос подамо сумар Para amarnos más y mejor Изабель, изабель, mi querida Изабель Компания ТВЦ